Можно похвастаться, что единственная грядка, на которой не было сорняка, это наша грядка, да, почему? Потому что пасовская, она тонкая, там, первая же собака, которая пробежала, порвала там 2-3 грядки, да, соответственно. Вот, остальные тоже, мы понимаем, что добиться, чтобы была идеально ровная гряда, все равно комки, все равно пленка рвется, да, а здесь, в данном случае, муча по рельефу легла и, соответственно, ей уже не страшны никакие ни ветра, ни животные. Ну, по механизированному применению, да, мы в прошлом году успели сделать, скажем так, закладку, вот в данном случае представлен орех в Майковском районе, 40 гектар они, вот, с применением кормораздачика, то есть там есть возможность, то, что орех, как бы, скажем так, еще молодой и проходы хорошие, да, вот. В некоторых садах, мы сейчас под Мариинской сделали сад, там двухлетка, соответственно, груша, вот, и яблоко тоже. Поэтому, где-то проходит, где формула позволяет прийти к кормораздачику, да, где-то не проходит, безусловно, механизированное внесение от один из вопросов, которые мы сейчас решаем, да. Вот, ну и, конечно, аккуратно она выглядит в садах, то есть на цветочках, она окрашивается в любой цвет, то есть ее можно любым пищевым косителем через лейку, грубо говоря, полить, да, то есть она будет зеленый, красный, фиолетовый, какой вы захотите, потому что, ну, салфетка, да, то есть бумага, она и целлюлоза принимает тот цвет, который вы дадите. Ну и применяется данная мульча в технологии гидропосева, то есть это при строительстве дорог, трасса вот представлена таврида, да, то есть разбавляется с семенами, с загустителями, с красителями и наносится помпой, так называемой, да, механизированной. Вот, значит, по ценовому диапазону, то есть есть две фракции, это влажная, которая выходит с производства, в нее влажность 45%, сегодняшний ценник это 4,5 тысячи за тонну с доставкой по краю. По расходу получается, что если мы вносим внутрь, в почвину, да, то есть получается 3-5 килограмм на метр квадратный, по, если мы ставим себе задачу по борьбе с сорняками, слой от 2 сантиметров, расход получается 7-8 килограмм на метр квадратный, опять же, да, то есть вот отсюда вся математика, вот, то есть полностью органическая, при этом при внесении какой-то подкормки водорастворимыми удобрениями, мы понимаем, что точно так же она пролонгирует действие, да, то есть не сразу ушло в почву и то, что корень взял и без взял, да, то есть впитало влагу вместе с подкормкой и постепенно отдаёт, да, то есть в данном случае тоже работает. Цикл полного разложения 9-15 месяцев, то есть она полностью переработается, останется кальций, соответственно, улучшит почву, вот, перепахивается и не остаётся, соответственно, ничего негативного, да. Спасибо большое, всем хорошей погоди, хороших уважаемых. Какие есть вопросы? Есть вопросы, Михаил Анатольевич, по мульче? Она сезон работает, то есть в зависимости от условий почвы, полива и так далее, то есть от 9 до 15 месяцев она работает. Она хорошо хранится в гурте, то есть её можно, грубо говоря, навалом сложить, да, то есть укрепить. Вот, единственное, ну, через 6 месяцев, так как это органика, она начнёт сама себя, ну, шарить, да, что называется, поэтому таким образом. Есть мелкая фасовка, то есть мы представлены в сетях, там, цветы юга, планета лето, для садоводов 2, 5, 30 литров, соответственно, но с овощеводами и с фермерами мы работаем именно по влажному, потому что, ну, это дешевле, да, то есть сухая фракция стоит порядка, 15 тысяч за тонн, вот, потому что сушится она, как на первом слайде было показано, то есть стоит зерносушилка и на печном топливе мы её досушиваем. Разница сухой-сирой, только срок ранения, то есть сухая она хранится в неограниченное количество, да, потому что, ну, не органика высушенная, там, до 10%, она не разлагается, да, плюс кальций, он, как консерватор, у неё уступает сырая, понятно, что органика начинает через 6 месяцев, ну, разлагаться, да? Спасибо. Спасибо большое.